Всем привет! Меня зовут Тори и добро пожаловать на мою кухню! Ребятки, сегодня делаем с вами курицу с беконом в сливочно-горчично-медовом соусе. Та-дам! У нас всегда все непросто. Ну, на самом деле все просто. Что нам для этого понадобится? 150 грамм бекона или корейки, или окорока. В общем, все, что вам нравится. 1 килограмм курицы, у нас это грудка, 1,5-2 стакана сливок, 50 миллилитров меда, 3 столовые ложки горчичных зерен, 1 столовая ложка крахмала, картофельного или кукурузного, соль, свежая петрушка и чеснок по вкусу. Итак, мы смешиваем мед, горчицу, соль в одной емкости и немножечко сливок сюда добавим. Размешиваем до однородности. Все размешали, чуть-чуть в сторонку на минуточку оставили. Эти куриные грудки, ну, они у нас большие, мы их разрежем пополам. Выкладываем в миску и смазываем соусом каждый. В общем, во всей этой красоте, во всем этом соусе мы оставляем нашу курицу мариноваться, ну, полчаса, часик. Тем временем мы начнем готовить, собственно, все остальное. А для этого мы наш бекон, мы взяли не очень жирный, меленько режем. Теперь разогреваем сковороду и жарим наш бекончик. Если он у вас совсем сухой, или взяли, например, ветчину, ну, не нашли бекона, бывает, то можно добавить чуть-чуть масла. Ну, а если бекон, то нет, ничего добавлять не нужно. Ребят, бекончик пожарили, отставили в сторонку. На этой же сковороде, на этом же вот сальце, которое выжарилось, только осторожней, сейчас будет стрелять. Курицу начинаем обжаривать. Итак, мы ее не жарим до готовности, мы просто на большом огне делаем ее красивой. То есть обжариваем с двух сторон. Ну, вот примерно вот такого цвета все должно получиться. С двух сторон всю курицу так обжариваем и потом выкладываем ее в тарелочку. Тем временем нарезаем меленько петрушку и измельчаем чеснок. Вытащили курицу в эту же сковороду, выливаем остатки соуса нашего. В котором курица мариновалась. И сливки. Потихонечку. Даем всему этому счастью закипеть. Нужно чудо процелить. Крахмал. Разводим холодной водицей. Сливки закипели, в середину сковороды выливаем крахмал. И снова даем соусу закипеть, загустеть в непрерывном помешивании. Соус закипел. Отправляем туда чеснок. Прогреваем его буквально несколько секунд. Запахло. Возвращаем соус к курицу. Уменьшаем огонь на минимум. Сверху посыпаем бекончиком. Все. Накрываем все это крышкой и готовим курицу до готовности. Это где-то 15-20 минут. Ребят, курочка наша практически готова. Теперь засыпаем ее петрушкой свежей. И варим еще буквально парочка минут. У нас курица тушилась где-то около полчаса. Но мы хотели ее получить максимально мягкой, нежной, чтобы она прям разваливалась на волокна. Можно еще дольше варить. Ребятушки, это офигенно вкусно пахнет. Сочетание запаха курицы, копчености и сливок. Это просто му-м-м. Собственно. Хочу пробовать? Ну, режется очень. Она не режется, она просто разваливается. То, чего мы хотим добиться. Реально запах копченого курицы. Просто офигенно. Что я вам хочу сказать. Дорогие мои мальчики и девочки. Я как это, тетя Таня. И спокойно ночью. Для любителей. Сочетание сладкого-соленого. Выйдя, как научишься дверь сам открывать уже. Для любителей. Сочетание сладкое-соленое. Это самое оно. Курица получилась нежная, сливочная. С легким оттенком копченого. Чуть-чуть сладковатая. Горчичные зерна придали тоже свой аромат. Острого нет абсолютно. Они не острые получились. В общем, это очень вкусно. Вот, собственно, и все. Резкий переход такой. Вот, собственно, и все. Вы не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк под этим видео. Под всеми другими нашим видео. Заходите во все наши соцсети. Мы есть везде. Все ссылки в описании. И не забывайте заходить на наш сайт. Там есть почти. Ну, как успеваем, так и пишем. Рецепты наши в письменном виде. Все. Скоро увидимся. Пока-пока. Ужили и есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok